Улица Заславского 15. Здесь вечером 4 октября рухнула стена жилого дома. Несмотря на то, что столбик термометра опускается все ниже и в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные дожди, коммунальщики продолжают бездействовать. Завтра идет шторм, ожидается ливень и что это будет мы не знаем. Здесь вот сыпется, вот только сейчас буквально вот эти камни обсыпались здесь, только что сыпались. Это ужасно, безвластивости ничего не делают, только обещают, обещают, обещают. Стена обрушилась неделю назад. За это время единственное, что сделали, закрыли окно полиэтиленом. Этот дом уже 6 лет считается аварийным. С 2011 года 12 семей стоят в очереди на отселение. Однако ни одному человеку до сих пор не предоставили новое жилье. А в этом доме обрушение произошло сразу в двух местах и уже три недели жители остаются без газа. Здесь, на Калантаевской 51, рухнула часть несущей стены на первом этаже. Никто из жильцов не пострадал. Утром люди услышали грохот и выбежали из квартир кто в чем был. Во дворе они обнаружили гору камней. Стена просто съехала вниз, оставив провал в здании. Клуб такого дыма был, а пыли просто обвалилась стена. Был жек, посмотрели, но поехали дальше собирать бумажки. Мы боимся, что это все рухнет среди ночи. Если еще пойдет вот так вот дождь, я думаю, что реально за сутки он может рухнуть. В аварийном доме остаются жить 6 семей. Разумовского 40. Здесь обрушилось сразу 3 квартиры. Остальные 6 пошли трещинами. Целое лето мы жили с открытой дверью. Я вас провожу наверх, вы сами увидите, что из этого получилось. Дверь закрывается и сейчас еле-еле. Но дом продолжает давать усадку. Вот эти кирпичи летели вот, когда была вот эта трехмесячная норма воды выпала. Тут все летело. Никто не пострадал, но без квартиры остались 3 семьи. На первом, втором и третьем этажах. По словам жильцов, этому дому 152 года. И здесь ни разу не делался капитальный ремонт. Дом давно рассыпался, и жить в нем было страшно. Спали с себя, оно начало сыпаться, сыпаться, сыпаться. Вот такие вот трещины пошли, все подставало. Прошло пять месяцев. Людям до сих пор не предоставили нового жилья.